Друзья, мы скоро начинаем, а пока не забудьте подписаться и поставить колокольчик. У нас каждый день выходят новые аудиокниги и лекции наших официальных авторов на десятки интересных и полезных тем. Только авторский контент, избранная классика мудрости прошлого и современности, в исполнении лучших голосов русского интернета, а также жаркие дискуссии и самое большое сообщество развивающихся людей теперь реальность. Присоединяйтесь, не забывайте про лайки, поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала, все ссылки будут в описании. Всем добра, любви и мудрости, а мы начинаем. Глава 17. Шамадам пытается подкупить братьев, чтобы переманить их на свою сторону в борьбе с Мердадом. Много еще гудел ковчег, точно улей, обсуждая случаи с Рустидионом. Майка Йон, Микастер и Цамора горячо прославляли мастера. Цамора говорил, что ему ненавистен сам вид денег, не то что прикосновение к ним. Бенун и Абимары одобряли и не одобряли поступок мастера. Химбал же открыто высказывал неодобрение, говоря о том, что в мире невозможно прожить, не имея денег, и что богатство – это награда Божья за бережливость и трудолюбие, а бедность – наказание за праздность и расточительность, и что кредиторы и должники будут существовать до окончания времен. Шамадам же занимался восстановлением из своего пошатнувшегося положения старейшины. Однажды он призвал меня к себе и в уединении своих кельек говорил со мной. Шамадам, ты летописец ковчега, к тому же ты сын бедняка. У твоего отца нет земли, и зато есть семеро детей и жена, восемь ртов, которые он должен кормить помимо себя самого. Не записывай этот неприятный случай, дабы те, кто придут после нас, не насмехались над Шамадамом. Отрекись от этого распутника Мирдада, и отец твой станет свободным землевладельцем, наполнит своим бары зерном о сундуке золотом. На что я ответил, Бог позаботится о моем отце и семье лучше, чем Шамадам. А что касается Мирдада, то я обязан ему новыми знаниями и освобождением. Так что я скорее жизнь отдам, чем покину его. О записи я буду вести честно, отображая все, что видел и слышал. Позже я узнал, что Шамадам делал подобное предложение каждому из братьев, но преуспел он или нет, я не могу сказать. Однако стало заметно, что Химбад уже не так ревностно посещает наше собрание в убежище. Глава 18. Мирдад выгадывает смерть отца Химбала и обстоятельства, при которых он погиб. Он говорит о смерти. Время – величайший обманщик. Колесо времени. После того случая много раз воды сходили с гор и много раз наполнялось море. И вот пришел день, когда братья, за исключением Химбала, вновь собрались вокруг мастера в убежище. Мастер рассказывал нам о всеединой воле. Вдруг он прервал речь свою и произнес. «Химбал в беде. Он к нам бы обратился за помощью, но от стыда не может он сюда направить стопы. Так помогишь ему ты, Абимар». Абимар вскоре вернулся с Химбалом. Тот шел в слезах. «Мирдад, подойди ко мне, Химбал». «Ах, Химбал, Химбал! Смерть твоего отца снедает горем сердце тебе и превращает в слезы кровь. Что б делал ты, коль вся семья твоя погибла? Когда же все отцы и матери, все братья и все сестры отбудут в мир иной, и ты не сможешь дотронуться до них, увидеть их, тогда что делать будешь ты?» Химбал. «Да, мастер, отец мой умер мучительно и смертью. Волк, которого недавно он купил, вспорол ему живот и череп раздребил ему. Мне сообщили только что. «Горе мне! Ах, горе мне!» Мирдад. «И умер он как раз тогда, когда, казалось бы, удача повернулась к нему лицом». Химбал. «Да, мастер, это так, истинно так». Мирдад. «И смерть его терзает тебя еще и потому, что он был куплен на деньги, что ты ему послал». Химбал. «Да, мастер, это так, истинно так. Кажется, ты знаешь обо всем». Мирдад. «А деньги те были ценой любви твоей к Мирдадам». Химбал больше не мог говорить и разразился слезами. Мирдад. «Отец не умер, твой Химбал, и формой тени его не умерли. На самом деле умерло лишь ощущение твое, той формы и той тени. Ведь бывают формы настолько тонкие, а тени столь прозрачные, что грубое людское око их вряд ли сможет различить. Тень кедра, растущего в лесу, не та же, что тень кедра в мачту превратившегося или в колонну в храме, или под мозгами для виселиц оставшего. На солнце кедр отбрасывает не ту же тень, что при луне, или при звездах, или на розовой заре. И все же кедр, как он не изменился, все кедром остается, хотя все остальные кедры в лесу не признают его. И гусеница сможет ли сестру узнать, когда она томится в коконь? А кокон шелковый поймет ли, что бабочка когда-то им была? И семечко в земле узнать ли сможет родню свою, что колосится в поле? А пара ли вода морская смогут признать сестер и братьев в тех снегах, что горная вершина покрывает? А может ли земля взресь родную дужу в том метеории, что пронзает космос, покуда не обрушится он с неба? Узнает ли дух в желоде себя? Отец твой ныне пребывает в свете, и этот свет слепит глаза твои, и форма его ныне такова, что ты его не узнаешь, а потому считаешь, что твоего отца уж больше нет. Материальная часть человека, где б ни была она, какую форму бы ни принимала, будет тень отбрасывать всегда, пока не растворится в свете часть божественной. Дерево кусок, будь он зеленой веткой сегодня, доской завтра, он деревом останется, а тень и форму он изменит лишь тогда, когда сгорит в огне. И человек все же будет человеком, когда и жив, и мертв, покуда Бог не поглотит его, покуда не поймет он своего единства. Этого, однако, нельзя достичь за малый промежуток, достаточной лишь веки, чтобы смежить, который люди жизнью называют. Все время — это время жизни. Нет остановок и начал во времени. И также нет в нем и караван сараев, где путник мог бы отдохнуть. Время — непрерывность, перекрывающая сама себя. В нем задние ряды смыкаются с передними. Ничто не кончено и не прекращено во времени. Ничто не начато. Время — колесо, вращаемое чувствами. Лишь ими установлен в космосе круговорот. Сезонов наблюдаете вы смену и мните переменам все подвластно. И все же признаете вы, что сила, что начинает время года его, заканчивает все одна и та же. За ростом вновь последует упадок. И малодушно вы его концом зовете всего, что выросло. Но все же признаете, что сила, заставляющая нечто расти и разрушаться, не растет и не спадает. И силу урагана с легким бризом сравнив, вы говорите, она больше. Но все же признаете вы, что тот, кто правит ветром, навевает бриз, сам никуда не носится, как буря, и не летает вместе с легким бризом. Как легковерны вы, как подаетесь на уловки ваших чувств, куда же подевалось воображение ваше. Ведь только с ним вы сможете увидеть, что перемены, в которых вы убеждены, лишь ловкость рук, обман. Как может ураган быстрее бриза быть? Не бриз ли даст начало урагану? И разве ураган в себе не носит бриз? Вы, те, кто по земле шагает, как отмеряете вы расстояния, которые прошли, шагами, милями? Гуляете ли вы или бежите, земля несет вас скоростью своей. Ваша скорость равняется и скорости земли. Но землю ведь несут тела другие, и скорость ее та же, что у них. Медлительность – начало быстроты, а быстрота несет медлительность на крыльях. Медлительность и быстрота неразделимы в любой момент, в любом пространстве, месте. Как судите, что рост есть рост, а угасание – это угасание, и что одно напротив есть другого? Ведь все, что на земле произрастает, сидит в разрушенном. Все разрушается лишь потому, что создается что-то. Ведь вы растете, постоянно угасая, а разрушаетесь вы из-за роста. И разве умершие живым не дарят почву? Разве живые не хранят в себе умерших? Рост – разрушение, дитя, а разрушение – роста. Жизнь – смерть и мать, а смерть есть матери жизни. В том истинно, что все они едины в каждой точке времени и пространства. В том истинно, что ваша радость жизни и роста настолько же глупа, сколько и смерти – разрушение. И почему вы осень временем зовете созревание? Я говорю вам, зреет виноград зимой, хоть это дремлющий всего лишь сок, что видит сны в вине. И зреет он весной, когда нежнейшей изумрудной гроздью вдруг расцветет лоза. Он зреет летом, когда, энтарном наливая соком, горит под поцелуем солнца. И коль в любом сезоне заключены другие три, то истинно суть в том, что все они сливаются в одно в любой момент, в любом пространстве месте. Обманщик – время. Люди – простофили. Как белка в колесе, сам человек, придумавший круговорот времен, так увлечен движением, что больше он не верит, что сам он вертит колесо, и не находит времени, чтобы ход времен остановить. Как кошка, что точильный лижет камень и верит в то, что кровь течет из камня, так человек сам слизывает кровь с обода времен и поглощает плоть, разодранную спицами, и верит, что это кровь и плоть времен. И космос колесо времен вращает. На ободе его найдется все, что могут чувства воспринять. Они не могут воспринять ничто в оторве от времени, пространства. Потому все продолжает исчезать и появляться. То, что исчезает для одного, явится для другого. То, что один поднимет вверх, другой опустит вниз. То, что может казаться днем одному, другому будет ночью. Едина дорога жизни и смерти на ободе времен. Движение по кругу никогда не кончится, себя не исчерпает. И каждое движение в мире есть движение в круге. И что же? Человеку никогда от круговерти не освободится? Освободится он. Ведь человек — наследник святой божественной свободы. Пусть колесо вращается, но ось его статична. Бог есть ось. Хоть все вращается вокруг него во времени, пространстве. Все же сам он всегда вне времени и вне пространства. В покое пребывает. Хоть все создано его единым словом. Все же слово это вне времени и вне пространства. Так же, как и он. Где ось, там и покой. Где опыт беспокойства. Что выберете вы? Говорю вам, переместитесь с свободого колеса времен, туда, где ось его. Освободите себя от тошноты вращения. Пусть время вертится вокруг вас, но вы же не вращайтесь вместе с ним. Глава 19. Логика и вера. Самотречение – это самоутверждение. Как остановить колесо времен? Рытание и смех. Бенун. Прости меня, мастер, но твоя логика приводит меня в замешательство своей нелогичностью. Мердат. Не мудрено, Бенун, что ты судьей зовешься. Прежде чем вынести вердикт, ты хочешь разобраться во всем логически. Так поступаешь ты. Но разве ты не понял? Единственная польза от логики есть в том, чтобы от нее освободиться и в сердце своем веру отыскать. А через веру понимание обрести. Логика – незрелость, сплетающая сети с паутины. В те сети поймать она желает бегемота знаний. Когда же логика достигнет полноты, она в сетях своих запутана сама. И в веру здесь она переродится. А вера – тоже знания, но глубже. Логика – костыль для инвалида. Для бастроногого является обузой. А для летающего – неподъемным грузом. Логика – в безумстве вера. Вера – логика, что полноты достигла. Когда же твоя логика достигнет расцвета, ты перестанешь говорить о ней, Бенон. Бенон. Чтобы переместиться с опыта времени на усть колеса, мы должны отказаться от себя. Может ли человек отречься от собственного существования? Мирдат. Для этого должны вы отречься от себя того, кто времени игрушка, и утвердить себя того, над кем не влаз на время. Бенон. Может ли отрицание одного себя стать утверждением другого? Мирдат. Да, отречься от себя – это значит утвердить себя. Если кто-то умирает для перемен, рождается для неизменности. Но большинство живет, чтобы умереть, и счастлив тот, кто умер, чтобы жить. Бенон. И все же дорога человеку форма его, то, как он видит себя. Разве может он раствориться в Боге и вместе с тем осознать себя? Мирдат. Ведь не теряется ручей, вливаясь в море. Для человека форму потерять, и то, как он себя определяет в Боге, значит тень свою оставить, и обнаружив в себе источник света, бестеневую сущность. Микастер. Как же может человек, существующий во времени, быть свободным от тисков времени? Мирдат. Так же, как смерть избавит вас от смерти, а жизнь от жизни вас спасет, и время так же свободным от времени поможет стать. И человек устанет так от изменений, что все в нем будет жаждать, жаждать с неугасимой страстью чего-то сильнее перемен. И это он найдет в самом себе. Блаженно жаждущие, ибо на пороге свободы находятся они. К ним обращаюсь я, для них я говорю. Разве выбрал бы я вас, если б не слышал молитв я ваших? Но горе тем, кто ходит по кругу времени, и хочет в нем свободу обрести, и счастье, и покой. Едва лишь улыбнутся при рождении, как близость смерти наполняет их рыданием. Едва наполнится, как сразу же пусты. Едва голубка мира к ним спустится, как тут же превратится в стервятника войны. Чем больше знают они, тем меньше знают. Чем дальше они продвинулись вперед, тем более отстали. Чем выше поднимаются они, тем ниже падают. Для них моя речь кажется туманом и бормотанием, бередящим слух. Богослужением в сумасшедшем доме. Светом фонаря, зажженным для слепых. Покуда не начнут они свобода желать, меня им не услышать. Химбал, рыдая. Теперь не только услышать тебя могу я, мастер, но и сердцем принять твои слова. Прости глухого и слепого Химбала, того, кем я был еще вчера. Мердат. Не нужно больше плакать, Химбал. Слезы не годятся для глаз, которые хотят за горизонт проникнуть взглядом, увидеть, что за временем стоит и за пространством. Пускай тот, кто смеется, когда его щекочет время, пускай он плачет, если время его ногтем царапает. Пускай согретой молодостью пляшет, но стонет и вздыхает, глядя на морщины старости. Пускай весельчаки на карнавале времени посыплют пеплом темя на его похоронах. Но вы спокойны будьте. В калейдоскопе изменений ищите то, что неизменно. Ничто во времени слезы не стоит. Не стоят и улыбки тоже. Лицо смеющееся и лицо в слезах роднит между собой одна гримаса. Боитесь вы слезы соленой? Тогда страшитесь судороги смеха. Слеза засохнув, обратится смехом, а смех, сгущаясь, потечет слезой. От радости не воспаряйте, от горя не сжимайтесь. Спокойно одинаково будьте. Глава двадцатая. Куда мы уходим после смерти? Что такое покаяние? Микастер. Мастер, куда мы уходим после смерти? Мердат. Где ты сейчас, Микастер? Микастер. В убежище. Мердат. Думаешь ли ты убежище достаточно большое, чтобы вместить тебя? Думаешь ли ты земля, людей и единственная гавань? Ведь несмотря на то, что ограничены во времени тела, в пространстве есть у них пределы, из времени и из пространства составлены они. Так много у вас того, что солнцем рождено, оно живет на солнце. Так много у вас того, что от земли, то на земле живет. И так со всеми другими светилами и бездорожьем между ними. И лишь глупцы считают, что единственный дом человека на земле, что мириады небесных тел, кружащихся над нею, всего лишь украшения для дома или развлечений для глаз его. И первая звезда, и Млечный Путь, плеяды – такие же дома для человека, как земля. И каждый раз, когда их луч достигнет взгляда человека, он возвышается до них. Когда ж под ними он проходит, тогда в себя вбирает их. Есть в человеке все. Во всем есть человек. Вселенная – то тело целое. Объединяйтесь же с малейшей частицей, и вы объединитесь с целым. Вы постоянно умираете, живя. А значит, умирая, вы живете. И если и не в этом теле, то в теле другой формы. Но вы будете жить в теле до тех пор, пока не растворитесь в Боге, не одареете его изменениям. Микастер. Вернемся ли мы на землю в нашем путешествии от одной перемены к другой? Мердат. Повторение времени закон. То, что однажды во времени произошло, еще раз и еще раз повторится. А долг ли ждатель коротко зависит от силы вашего желания. Когда выходишь ты за жизнь в круг, в круг смерти ты вступаешь. И если с собой несешь ты жажду неутоленную, томленье по земле, и не насытился сполна ее страстями, тогда магнит земли тебя притянет снова. Она тебя выкармливает грудью, а время от груди ты отучает жизнь за жизнью, смерть за смертью. Пока себя ты не отучишь сам однажды, раз и навсегда, своей волей. Абимар. А над тобою земля имеет власть? Ведь ты один из нас. Мердат. Я прихожу, когда хочу, и ухожу, когда хочу. Я прихожу, чтобы детей земли освободить от удушающих ее объятий. Майкайон. Я хотел бы освободиться от земли навсегда. Как мне это сделать, мастер? Мердат. Люби ты землю и всех ее детей. Когда же на твоем земном счету останется любовь лишь, земля тебя отпустит, сняв оковы. Майкайон. Но любовь — это привязанность, а привязанность — это рабство. Мердат. Нет. Любовь — свобода от привязанностей. Когда ты любишь всех и вся, то ни к чему ты не привязан. Самора. Можно ли через любовь избежать повторения грехов, противоречащих любви, и тем самым остановить круг времен? Мердат. Вы можете прийти к тому через покаяние. Проклятие, покинувшее язык, искать отправится в другой приют, когда, вернувшись на прежнем своем месте, обнаружат любовную молитву. Так любовь задержит повторение проклятия. И похотливый взгляд блудливых ищет глаз, вернувшись, а находит лишь материнство в глазах твоих, наполненных любовью. Так любовь задержит похоть. Порочное желание, зародившись в порочном сердце, полетит искать гнездо другое, когда вернется и увидит сердце материнское, полное желания любящих. Так любовь задержит возрождение порока. Вот что такое покаяние. Время не сможет повторить ничто, кроме любви, когда любовь останется единственным остатком. Одно и то же, повторяясь, постоянством становится. Собой полнит время и пространство и отменяет их. Химбал. И все же кое-что тяготит мое сердце и лежит облаком на понимании. Мастер, почему мой отец умер именно так? Глава 21. Святая воля всеединая. Почему происходит то, что происходит и тогда, когда происходит? Мердат. Не странно ли, что вы, дети, пространство и времени еще не осознали, что время – это память вселенская, хранимая в скрижалях пространства? И если ограничено ее в чувствах, запомнить все же способного хоть что-то, что происходит меж рождением и смертью, насколько больше помнить время может? То время, что до вашего рождения существовало, и то, что будет длиться после смерти вашей бесконечно. Я говорю вам, время помнит все. Не только то, что яркой картиной хранится в памяти, но также все, о чем вы абсолютно позабыли. Забвения нет во времени, и нет ни одного малейшего движения или выдоха и вдоха, или желания, что не запомнились. И все, что память времени хранит, начертано в пространстве. Земля под вашими ногами, воздух, в котором дышите, дома, в которых вы живете, сохранены в подробностях мельчайших в архивах вашей жизни. Прошлый, настоящий и будущий. И вам предстать готовы, коль захотите вы прочесть и вспомнить что-то, и коль есть довольно сил у вас, чтобы прочитать, и коль желание есть, в том смысл отыскать. И в жизни, в смерти, на земле, за ней, вы не останетесь одни. Всегда вас будут сопровождать все те, кто принимал участие в вашей жизни и смерти. Ведь вы частицы их, они частицы вас. И так же, как для них необходимо вы, нуждаетесь и вы в них. Воля человека есть во всем. Все обладает волей в человеке. И постоянный, непрерывный идет обмен. Но человеческую память вас подводит. Не то, что безошибочная память времени, которая ведет отчет точнейший о ваших отношениях друг с другом, с другими существами во Вселенной. Она же заставляет человека вновь и вновь вести отчет за жизнь в жизнь, со смертью в смерть. И молния бы в дом не ударяло, когда б сам дом ее не притянул. И дом в ответе столько же за руины, сколь молния. И вол бы не напал на человека, когда б он не способствовал тому. Убитый обращается к убийце, зовет его кинжал достать из ножен, и оба совершают руководит руководит, руководит руководит, Ограбленный, грабитель от движения направляет, и оба совершают ограбление. Да, человек сам в гости приглашает свои страдания, но не ран гостям. Забыл он, как и где, в какое время писал это приглашение, как отправил. Но время позабыть того не может. Оно гостям укажет точный адрес и приведет к порогу. Я говорю вам, не гоните гостя, чтоб тот свое не тешил самолюбие и вам назло не оставался вдольше, чтоб не стремился чаще приходить, чем надо мной. Добры вы будьте и гостеприимны. Любого гостя с лаской привечайте, каков бы ни был вид и поведение. Ведь он на самом деле пришел отдать вам то, о чем его просили. И тем, кто вам немил и надоедлив, особое внимание уделите. Их накормите больше, чем желают, чтоб вас, покинув, были благодарны. И если вновь они вас навестят, то как друзья, а не враги. И относитесь к каждому, как будто он почетный гость, чтобы заслужить его доверие, мотивы скрытые визита разузнать. Неудачу воспринимайте, как благоволение и сил небесных. Как только до конца ее поймете, удачей обернется неудача. Удача, что вы поняли неверно, вмиг неудачей станет. Вы сами выбираете рождение и смерть, их время, место, также способ, и это несмотря на то, что ваша капризная обманчивая память полна неточностей, пробелов. Лжемудрецы вас станут уверять, что человек не выбирает ни рождения, ни смерти. Ленивые, смотрящие на время, пространство, только в прорезь своих глаз, с готовностью зовут случайным все, что видят. Помните, у братья, об их коварстве и обмане. Нет ничего случайного во времени, пространстве. Дождинки все, собравшись воедино, родят ручей. Ручей к ручью стремится, чтобы речкой стать. А речки соберутся в одну большую реку и направят воды в море. Моря сольются в океан. Так воля твоя, моя и всех существ на свете впадает в океан один великий. Он волей всеединой зовется. И говорю я вам, у всех есть воля и стремление. Даже камень неподвижный, глухой, безмолвный и как будто мертвый, он тоже волей наделен. Иначе б не было его, и на других он не влиял бы, и на него ничто бы не влияло. Сознание того, что существует на свете он и волей обладает, от вашего лишь степенью отлично, по сути же одно и то же. Насколько много вы за день один способны осознать ничтожную, незначимую часть? И если вы, способные запоминать события, чувства, мысли, живете неосознанно весь день, чего ж тогда от камня вы хотите? Неудивительно, что он того не знает, что он живет и волей обладает. И так же, как вы движетесь, живете, почти совсем того не сознавая, вот так и воля ваша. Вы проявляете ее гораздо чаще, чем то осознаете. Однако воля та, что все едина, все понимает, все осознает. Везде распределяясь равномерно, она дает вам то, что вы хотели, ни больше, ни меньше. И неважно, осознанным или нет, желание было. Но человек, не ведая того, приходит часто в ужас и уныние и проклинает выпавшую долю. И протестует, отвергая волю свою же, гневно ропщик на судьбу, изменится ее, называет. Но не судьба, друзья, вам изменяет, ведь имя ее воля всеединая, а воля человека, ваша воля изменчива. Она никак не может в желаниях своих определиться. Сегодня на восток она стремится, а завтра будет курс держать на запад. Зовет хорошим что-то, а другое ей кажется плохим. Кого-то нынче другом называет, чтобы завтра посчитать его врагом. Запомните, братья, ваша воля должна быть постоянной. Отношения с вещами и людьми определятся тем, что вы от них хотите, и тем, чего хотят они от вас. Так их желания определяют желания ваши. Я раньше говорил и повторю вам, внимание уделяйте вы тому, как дышите, что говорите, чего хотите вы, о чем вы думаете и делаете что. И то, что до сих пор от вас сокрыто, проявлено для воли всеединой. И от других не ждите удовольствий, что болем принесут, чтобы вам же ваши не причиняли наслаждение боль. Не желайте блага, что злом кому-то будет, дабы сами себе не причинили вы страданий. Просите лишь любви, ведь только с нею спадут вуали с глаз, и понимание к вам в сердце постучит, и воля ваша проникнет в удивительные тайны одной великой воли всеединой. Пока не осознаете вы все, не сможете познать вы волю всего, что в вас, а также вашу волю, которая во всем. Но покуда это не случится, не сможете вы, как бы не старались проникнуть в тайны воли всеединой. Пока же в эти тайны не проникли, вы воли не должны сопротивляться, иначе проиграете. Израненными и наполненными злобой вы выйдете из битвы твой, и захотите отомстить, чтобы еще прибавить ран, и чашу злоба переполнить. И говорю я вам, примите волю, и поражение будет вам победой. Безропотно любой вы дар примите, что выпадает из мешка судьбы. Примите с благодарностью и верой, ведь свой временен и справедлив тот дар. Примите все вы, искренне желая понять его значение и ценность. Своей же воле скрытый путь поняв, поймете вы волю всеединую. Примите то, чего не знаете, и это поможет вам узнать. Отвергнув нечто, оставите его на веки тайной, и будет тайна это беспокоить. До той поры пусть будет воля ваша служанкою для воли всеединой, покуда понимание ее не превратит в служанку воли вашей. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава 22. Мирдат освобождает Самору от его секрета. Он говорит о мужественности и женственности, о браке и о воздержании, и о человеке обновленном. Мирдат Наронда, моя память верная, что шепчут эти лилии тебе? Наронда, ничего, что мог бы слышать я у мой мастер? Мирдат, я слышу шепот их, Наронду любим, и в знак того ему дарить готовый свой аромат. Наронда, мое сердце постоянное, о чем журчит вода в пруду? Наронда, ни о чем, что мог бы слышать я у мой мастер. Мирдат, я слышу речь ее, люблю Наронду, и жажду утолить его готово, и жажду ливи милых его сердцем. Наронда, мой взгляд открытый, что говорит тебе сей день, и все, что в солнечных руках он нежно держит? Наронда, ничего, что мог бы слышать я у мой мастер, Мирдат, я слышу его слова, Наронду я люблю, и потому его в руках несу столь нежно, а также все, что дорого ему, с почтением и любовью обнимаю. и коль так много всего, что можно полюбить и что тебя готов любовью одарить, то жизнь Наронды уже не полна, и разве нужно ему еще чего-нибудь желать, о чем-нибудь мечтать и мыслить? Воистину любимицу вселенной человек, все рады услужить ему, но мало есть людей не избалованных такой заботой, и меньше тех, кто не кусает руку, что их с любовью пестует. Неизбалованному и укус змеи любовным кажется прикосновением, но для того, кто избалован, укусом ядовитым станет ласка. Цамора, ты со мной согласен? Так говорил нам мастер, мне и Цаморе, одним солнечным днем, в то время, как мы поливали цветы в монастырском саду. Последнее время Цамора был заметно удручен и встревожен, мастер и заставил его врасплох. Цамора «Мастер всегда говорит правду, значит, это тоже правда». Мердат «А для души твоей не так ли? О, Цамора, скажи мне, разве не был ты отравлен обилием любовных поцелуев? И разве сейчас тебя не мучат воспоминания губительной любви?» Цамора, бросившись к ногам мастера и разразившись слезами. «О, мастер, как глупо и тщетно с моей стороны, как и со стороны любого, скрывать что-то от глаз твоих даже в самой глубине сердца». Мердат помогает Цаморю подняться. «Глупо и тщетно скрывать это от лилии этих даже». Цамора, «Я знаю, что сердце мое небезупречно, потому что сны мои прошлой ночи были непристойны. Сегодня я очищу сердце свое. Я обнажу его перед тобой, мой мастер, перед народой, перед лилиями и перед земляными червями, что ползают между их корней. Я облегчу душу, сбросив нож у тяжкой тайны. И пусть этот легкий бриз подхватит ее и развеет по всему свету. В молодости я любил одну девушку, которая была нежнее и светлее утренней зари. Имя ее было слаще меда для уст моих. Когда ты говорил нам о молитве и о красных кровяных тельцах, бегущих по венам, я был первым, полагаю, кто испил царительный лексир твоих слов. Любовь Хоглы, как звали эту девушку, управляла моей кровью. И я знал, на что способен человек, если кровь его течет в едином направлении. С любовью Хоглы вечность была моей. Я носил вечность, как обручальное кольцо. Я носил смерть, как кольчуг. Я оказался себе старше, чем время и моложе, чем самое раннее утро. Руками своими я поддерживал небо, ногами приводил в движение землю, а в сердце моем сияли миллионы чистых звезд. Но Хогла умерла, и Цамура горящий феникс стал пеплом. Только не смог он подобно волшебной птице возродиться из погасших углей. Цамура, бесстрашный лев, превратился в пугливого зайца. Цамура, атлан, держащий на своих плечах свод небес, превратился в руины, и те руины затонули в болоте скорби. Стена, и собрал я прах, оставшийся от Цамуры, и отправился в ковчег, надеясь похоронить себя среди воспоминаний о потопе, среди его теней. Я прибыл к вратам ковчега как раз тогда, когда один из братьев ударился в мир иной. Теперь я здесь. Пятнадцать лет братья ковчега видели и слышали Самуру, но никто ни разу не видел и не слышал его тайны. Возможно, древние стены и темные коридоры ковчега догадываются о ней. Возможно, деревья, цветы и птицы в саду ковчега о чем-то знают. Но струны моей арфы расскажут тебе больше, мастер. Они расскажут о Хогле все так, как я сам никогда не расскажу. Как раз тогда, когда слова твоего, мастер, стали ворошить мой пепел и раздавать погасшие угли, и близок я уже был к тому, чтобы восстать, как раз тогда Хогла пришла ко мне во сне и вновь леденит мне жила кровь моя и вновь обрушиваются на меня угрюмые скалы нынешней реальности и гаснет огонь жизни, не успев вспыхнуть. Ах, Хогла, прости меня, мастер, я не могу сдержать слез. Может ли плоть стать чем-то иным, нежели плотью? Бедная моя плоть, бедная цамора. Мердат. Жалость только жалости нужна, но у Мердата нет ее ни капли. Любовью сердце Мердата переполнено. Ее для всех достанет. Для плоти и для духа, что принимает форму плоти грубую, лишь для того, чтобы растворить ее в своей бесформенности. И любовь Мердата поможет саморе возродиться, восстать из пепла и человеком обновленным стать. И для того, кто все преодолеет, для победителя вещаю я, для человека единого, хозяина себе. Мужчина, порабощенный любовью к женщине и женщина, порабощенная к нему любовью, оба недостойны примерить золотой венец свободы. Мужчина же и женщина, что стали одним благодаря любви, что друг от друга неотделимы и неразличимы, воистину они имеют право корону золотую получить. То не любовь, что заковать готова любовникова ковы, то не любовь, что плоти кровь разгорячит, то не любовь, что привлекает женщину к мужчине лишь для того, чтобы размножаться и увековечить с плотью связь. Но для того, кто все преодолеет, для человека обновленного вещаю я, для Феникса свободного чрезмерно, чтобы быть мужчиной и слишком величавого, чтобы женщиной быть. Как в плотных сферах жизни мужчина и женщина едины, точно так же едины не в тонких сферах жизни. Меж ними расстояние часть вечности ведомой иллюзии дуальности. Те, кто не видят дальше носа своего, считают эту часть самой вечностью. Цепляясь за иллюзию, как будто бы она и жизнь в самом ее ядро, не ведают они того, что жизнь это союз, единство, единение. Дуальность то во времени лишь цена, она вас прочь уводит от единства, она к нему любезно вас подводит. И чем скорее вы пройдете сцену, тем раньше вы свободу обретете. И что такое женщина, мужчина, как не единый человек, разбитый надвое, и вынужденный пить дуальности сок горький, и грезить о нектаре, что называется единством, о нем мечтая искать его по собственной живоле, найдя им обладать, осознавая его непревзойденную свободу. Пусть жеребец зальется громким ржанием, когда увидит в поле он кобылу. Пусть самка зовет самца, природа в них нуждается, она их воспевает, ведь они не знают судьбы другой, высокой, размножения лишь участь их. Пусть женщины, мужчины, что похожи на тех самцов и самок, обретают друг друга в темном заточении плоти, и пусть они в одну свалили кучу распутства спальней с вольностями брака, пусть размножаются и радуются этим. Природа счастлива светильником держать и поветухой быть у них, постели взрос, она для них готовит, не забывая о шипах. Мужчины же и женщины, что ищут, должны осознавать свое единство, и даже пребывая в здешнем мире единовы, но не единством плоти, а воле к свободе от мирского, от всех границ, что преграждает путь к единству и святому пониманию. Вы слышите, как люди говорят о человеческой природе, будто это суть твердый элемент, определенный, исследованный тщательно, и строго границей обведенной, и границу зовут они между собой влечением, и удовлетворение страсти дать естественно природе человека, но обуздать ее поток свирепой и вспять направить, чтобы преодолеть влечение, намеренно идти против своей природы и страдать. Так говорят они, но вы им не внимайте. Человек широк и неопределима его природа, велики таланты, неистащимы силы, берегитесь тех, кто хочет ограничить их. Плоть облагает человека тяжкой данью, но он ту дань лишь временно приносит. И кто захочет быть слугой вечно, какой же раб потом лишь не мечтает, чтобы сбросить его тяжкое, попоры, чтоб не платить. И человек рожден не для того, чтобы быть слугой, пусть даже для своей природы. Человек, что жаждет свободы от любого вида рабства, в конце концов и обретет ее. Что есть зов крови для того, кто хочет обрести свободу? Узел, который должен быть развязан силой воли. И победитель ощутит родство со всеми, поэтому ни с кем не связанного. Пусть те, кому не нужно это, воспроизводят расу. У ищущих же есть другая раса, которую им нужно продолжать. Тараса тех, кто все преодолеет и кто свободу обретет. Тараса зарождается не в чреве, а в чистом сердце, движимым желанием преодолеть, бесстрашной волею к свободе. Я знаю, что вы приняли обед безбрачия, но все же далеки вы от избавления от страсти. И вчерашний сон Самора есть подтверждение тому. Да, не избавлены от вожделения, те, кто облачен в монашескую рясу и окружен кирпичными стенами, тяжелыми железными вратами. И многие монахи похотливей, распутнее иных мирян порочных, хоть плоть их и дала когда-то клятву не знать другую плоть, и то желание в них было искренне. Но не порочен тот, чье сердце и чей разум не порочны, будь он отшельником или продавцем на рынке. Благотворите женщину, друзья, и низко преклоняйтесь перед нею. Не так, как прародительницу рода, не как супругу ее вы почитайте и не как подругу, что ложе с вами делит, но как близнеца и как соратницу, как ту, с которой можно забота разделить, страдания жизни, что надвое разделена. Ведь только с нею рука в руке пройти мужчину может сквозь дуальность. В ней он найдет свое единство, она же в нем свобода от раздвоенности, которая веками так мучает ее. И близнецы тогда объединятся и станут тем, кто все преодолеет, свободу обретет, тем, кто не будет ни женщиной, ни мужчиной, кто человеком обновленным станет. Для победителя вещаю я, для человека единого, хозяина себе. И каждый станет из братьев победителем и раньше, чем Мердат покинет вас. Самора, омрачается сердце мое, когда ты говоришь, что оставишь нас. В тот день и час, когда мы пойдем искать тебя и не найдем, Самора лишится жизни. Мердат, ты можешь многого желать, Самора, ты даже можешь всего желать, но только одного ты захотеть не можешь, того, чтоб твоей воле к конец пришел бы, воле к жизни, то есть воле всеединой. Ведь жизнь есть бытие, она не может себе желать небытия, и точно так же небытие не обладает волей, никто не может положить конец Саморе. Придет тот час, когда искать меня пойдете и не найдете, ведь моя работа не только на земле, но нет такого места, где я в свою не выполнил работу. Поэтому возрадуйтесь, Мердад вас не покинет до тех пор, пока вы не станете хозяевами, истинно с собой владеющими. А научившись управлять собою, единство обретя, вы обнаружите Мердада в сердце вашем. Он там тогда поселится навеки, и имя его вечно будет память повторять. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава двадцать третья. Мердад исцеляет Сим-Сим и говорит о старости. Сим-Сим, самая старая корова в хозяйстве ковчега, болела уже пять дней. Она отказывалась от еды и питья. Шамадам послал замесняком, сказав, что разумнее будет заколоть ее и получить прибыль от продажи мяса и шкуры, чем дожидаться ее смерти. Ведь смертвой коровы вообще нечего взять. Услышав об этом, мастер ненадолго задумался, а потом отправился в коровник, к Сим-Сим. Мы поспешили за ним. Сим-Сим стояла неподвижно, печальная, низко опустив голову, полуприкрыв глаза. свалявшуюся шерсть торчало клочьями. Время от времени она с трудом поводила ухом, чтобы отмахнуть надоедливых насекомых. Ее никогда большое гладкое вымя иссохло и обвисло, поскольку Сим-Сим к концу своей долгой жизни отвергала сладкие муки материнства. Костлявый крестец распирал шкуру, словно ее уже содрали и развесили для просушки. Ребра и позвонки с легкостью можно было сосчитать, а длинный хвост свисал безжизненно, точно плеть ленивого погонщика. Мастер подошел к больной и начал похлопывать ее меж рогов и по нижней челюсти. Он проводил рукой по ее спине и животу, все время разговаривая с ней, как будто она была человеком. Мердат, где же твое сено, моя щедра Сим-Сим? Сим-Сим так много отдавала, что забыла себе оставить сено хоть клочок. Но много еще сможет дать Сим-Сим. И молоко ее живительной благой бежит по нашим венам. Ее крепкие телята нынче тянут тяжелый плуг в полях. Они подмогой служат голодным в неурожайный год. Ее телочки потомством наводнили наше пастбище. Ее отходы даже украшают сочной зеленью наш стол и до сих пор разносит эхо ее мычания. Зеркало ручья и ныне отражает ее кроткий благородный взгляд. Земля еще лелеет ее нас сохранит неизгладимые следы копыт ее. И с радостью трава Сим-Сим накормит. И солнышко ее ласкать стремится. И ветер прилетит благоговельно прикладить шерсть ее. Мир даже счастлив проводить ее через пустыню старости к другим лугам, к другой земле, к другим ветрам и солнцам. Много дала Сим-Сим, много взяла она, но еще больше сможет она взять и дать. Микастер Может ли Сим-Сим понять слова твои? Ты говоришь с ней как будто с человеком. Мир Дат Не слова важны Микастер, а то как прозвучат они. А это животное способно воспринять. Я вижу женщину, что на меня глядит глазами кроткими Сим-Сим. Микастер Какой толк от этих разговоров, ведь Сим-Сим умирает? Надеешься ли ты остановить процесс ее старения и продлить ее жизнь? Мир Дат Старость ноши тяжкая для человека и для животного, но вдвойне утяжелили люди равнодушным бессердечем ее. Когда родится маленький ребенок, его окружат лаской и заботой, и всякий ему выразить стремится свою любовь. Однако человека, обремененного годами, никто не вспомнит, и скорее наградят его пренебрежением, чем лаской. И так же, как с восторгом наблюдают за ростом чада своего, так и желают страстно могилы старцу. Старики и дети одинаково беспомощны. И все же беспомощность дитя любовь пробудет бескорыстную, стремятся помочь ему родители как могут. Но старику не многие предложат помощь, а помогая будут недовольно причитать, ворчать и злиться на судьбу, желая старику скорейшей смерти. На самом деле старики достойнее заботы вашей чемладенцей. Когда приходится стучать по долгу слову, чтобы его к себе впустило ухо, что некогда улавливало шепот. Когда в неверной дымке пляшут тени и затмевают глаз, что раньше острым бал. Когда свинцовые гири стопы станут, что ранее крылатыми казались, а руки, что творили жизнь, не держат и соломинку. Когда дрожат колени, а голова на шее болтается, как лист сухой. Когда в жернова смололи в порошок себя, и мельница притихла угрюмой пещерой. Когда вставая ты упасть боишься, садишься же с сомнением о встанок. Когда ты ешь и пьешь, боясь последствий, а как не станешь еси пить, то смерть к порогу пригласишь. Когда приходит старость к человеку, друзья мои, тогда пора ему одалживать глаза и уши ваши, отдать ему и руки и ноги, поддержать его словеющие силы любовью, чтобы он почувствовал, что он не менее желанен этой жизнью на склоне лет своих, чем в детстве быстротечном. И что такое 80 лет для вечности? Всего лишь вдох и выдох. Но человек, растивший себя все 80 лет, он больше, чем просто вдох и выдох. Он станет урожаем для тех, кто жизнь его пожнет. И есть жизнь, которую не пожинает. Сейчас вы пожинаете плоды тех жизней, что земле доили мужчины, женщины, кто жил и умер раньше вас. Речь ваша не что иное, как урожай речи других. Мысли всего лишь сборы прежних мыслей. Вся одежда и жилища, вся утварь, пища и вода, традиции, устои и законы, не что иное, как одежда, жилище и еда всех тех, кто раньше жил. И каждую секунду вы владеете не чем-то лишь одним, но извлекаете вы пользу из всего, что было. Вы сеете ли и плоды женицы, поля, гумно, где урожай хранится. Если урожай ваш беден, увидьте зерна, что вы заранили в сердцах других людей. Плоды пожните влияние в себе. Старик плоды, чьи жизни вы пожнете и сложите в амбар, достойный полнейшего внимания. С вашей стороны. И если безразличием вы отравите остаток дней его, те годы, когда могли бы вы собрать вкуснейший вырожай, тогда плоды, что вы собрали, и те плоды, что сможете еще собрать, окажутся гнилыми. Все тоже и с умирающим животным. Должно наживаться на плодах и проклинать того, кто их растил. Друзья мои, добры вы будьте к людям любой страны вероисповедания. Они вам к Господу породниками будут. Особенно внимательно следите за стариками, или злом отравлены плоды их будут, и никогда вы не дойдете до конца. Добры вы будьте ко всем животным возрасту любого. Они хоть молчаливы помогают во время сборов вам в далекий путь. Особенно внимательно следите вы за животными, которые стареют, чтоб ваша равнодушие и жестокость не отпугнули преданности их, и чтобы помощь их не стала вам помехой. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране.